Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. По горячим следам в прокуратуре рассказали, какие нарушения выявлены в торговых центрах республики. Генеральная уборка. Наша съемочная группа и представители Общероссийского народного фронта побывали на свалке, которой по документам не существует. Приятное с полезным. В Чебоксарах подвели итоги конкурса «Чувашия за ЗОЖ». В республике Данстарт в весенней страде. Аграрии посеяли более полутора тысяч гектаров. Сейчас работы только набирают обороты. С инспекцией на полях хозяйств сегодня отправился глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. После небольшой паузы из-за проливных дождей, аграрии южных районов вновь приступили к Себу. В хозяйстве исток работы планируют завершить не позже середины мая. Если, конечно, погода не подведет. Видите, техника вся на полях шумит. Настроение рабочих отличное. Кормим горячим обедом и ужином два раза в день. Ну, рабочий народ, еще раз говорю, настроен. Для работы все имеется. Техника в исправном состоянии. К работе на полях уже приступили и большинство хозяйств Яльчикского района. Сельхоз предприятия «Победа» в этом году значительно увеличивает площади посева зерновых культур. Неплохую прибыль аграриям сейчас приносят и животноводческие комплексы. На дои молока увеличиваются. Мы с одной коровы доим 24 литра, на условную голову 24 литра за сутки. Без молока финансов не будет. Зарплату хотим еще увеличить, чтобы у нас мы жили в достатке, чтобы жил народ, чтобы радовался, жил в этой жизни. А в этом хозяйстве делают ставку на овощные культуры и картофель. Продукцию реализуют во многие регионы страны. Большой спрос в мегаполисах. Мы в этом году планируем посадить картофели 140 гектаров, овощей 50. Из них получается 20 гектаров это морковь, 20 гектаров свекла столовая и 10 гектаров капусты. На данный момент у нас идет посадка картофеля, сорта гала, второй репродукции. И параллельно сеем еще морковь. Чтобы получать стабильно высокие всходы, аграрии сеют только элитные семена. В этом убедился и глава региона. Посмотрите, как выглядит это. Очень устойчив к вирусам. Это бывший гадырский сорт, гала. Да, гала, да. С Балтики. Проинспектировать ход работ в хозяйстве комсомольские овощи приехал не только Михаил Игнатьев. Оценку аграриям республики дадут эксперты из Москвы. Чуваши начала показывать сейчас то, что нужно. И, конечно, надежда, что вместе с министром и с славой картофелем доведете до все. Да, министром все сообщили. С славой картофелем доведете до темпы, которые прошлогодние были. Пока весенний сев начался только в шести муниципалитетах. По прогнозам, в ближайшие дни в поля выйдут аграрии всего региона. Передовые хозяйства сейчас готовы работать и круглые сутки. По системе GPS сегодня огрехов не будет, потому что через автоматический, как бы сказать, режим управления трактором сегодня практически брака тоже не будет. Все точки зрения, они абсолютно правильно думают. Мы это только поддерживаем, приветствуем. А так, все настроены на работу. Никаких споров, конфликтов нет. На 100% обеспеченные хозяйство сегодня и семенами, и материальными ценностями у них вообще проблем нет. Планы не изменились. В этом году в республике намерены засеять порядка 600 тысяч гектаров. Если позволит погода, то работы будет возможно завершить и за две недели. Главное – не сбавлять темпов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. 7 мая в России отмечают День радио. Глава Чувашии Михаил Игнатьев лично поздравил специалистов с наступающим профессиональным праздником. В Национальной библиотеке прошла выставка передовых организаций, обеспечивающих информационное обещание. Глава республики ознакомился с представленным оборудованием и услугами, отметив важность работы этой сферы в ногу со временем. Несмотря на свое название, День радио – это праздник не только радиоведущих, но и работников всех отраслей связи и радиотехники. Любовь Захарова заслуженно считает этот день своим профессиональным праздником. Во время награждения ее заслуги отметили почетной грамотой. Так как я работаю в Министерстве информационной политики Москоммуникации, и наш отдел внедрения информационных технологий занимается как раз актуальной на сегодняшние дни темы. То, что мы переводим услуги в электронный вид, системы межпредомственного электронного взаимодействия, когда органы власти, общаясь между собой, могут передавать документы в электронном виде. Утром у нас будет радио, а вечером усыпляет телевизор. Информационные технологии плотно связаны с жизнью современного поколения. Беспроводная связь, которая в конце 19 века началась с передачи всего двух слов, в начале 21-го растет в геометрической прогрессии. Идет век цифровой эволюции. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика. Предупрежден, значит вооружен. К сожалению, это руководство к действию работает не всегда. Трагические события, которые произошли в конце марта в городе Кемерово, повергли в шок всю страну. Тут же по всей России, в частности и по Чувашии, началась волна проверок мест массового пребывания людей. Надзорные органы проверяли торговые и развлекательные центры. Рынки, кинотеатры выявили массу нарушений. А предприниматели устранять их не торопятся. Об итогах проверок и об ответственности руководителя организации журналистам рассказали на брифинге в прокуратуре республики. Для отделки торговых центров и эвакуационных путей используют горючие материалы. Запасные выходы заваливают мусором или просто закрывают. Отключают систему пожарной сигнализации, потому что содержать ее, как положено, слишком дорого. Это основные нарушения на объектах, которые выявили сотрудники прокуратуры и пожарные. Наша главная цель – не допустить подобной трагедии. Всего проверки охвачено 257 объектов, в том числе 30 торгово-развлекательных объектов, 13 рынков, 37 объектов культуры, 31 спортивных объектов, 15 объектов социально обслуживания населения. Выявлено 1875 нарушений законодательства. Кафе «Дровишки» в Доме МОД из числа тех, кто подвергает опасности жизнь своих посетителей. 26 апреля там вспыхнул пожар от перегрева в системе вентиляции. Хорошо, что никто не пострадал. Огонь быстро потушили, людей из Дома МОД эвакуировали. Но ЧП можно было избежать, устранив нарушения, которые здесь выявили надзорные органы еще в начале апреля. Дровишки и еще 10 заведений в республике, в которых грубейшим образом нарушают противопожарное законодательство, теперь могут закрыть до устранения причин. Прокуратура вышла с иском в суд. Новый Чебоксарск – это торговый руководительный центр «Кристалл». Шумерля – торговый центр «Март». Город Канаж – торговый центр «Арион». Все эти торговые центры объединяют то, что они фактически эксплуатировались без разрешения на лодку эксплуатации. В этом же списке нарушителей находятся торговые центры «Мадагаскар», «Мегамол», «Шубашкар», торговый дом «Юрат» и даже спортивная школа имени Соколова. Предприиматели и руководители организации самостоятельно проводят перепланировку помещений, уменьшают ширину проходов в коридорах, большие торговые площади превращают в опасные комнатушки. Проблемы есть, и их надо решать. Одними штрафами и предписаниями здесь не обойтись. С одной стороны, необходимы изменения в законе, чтобы предприниматели чаще проверяли надзорные органы. С другой, у бизнесменов должна быть социальная ответственность за жизнь людей, которым они предоставляют свои услуги. И такие в Чуваше есть. После проведенных проверок на сегодня 56 объектов нарушения все-таки устранили. В Шумерлинском районе на территории бывшего сельскохозяйственного кооператива выросли горы мусора. Как появилась несанкционированная свалка и когда ее ликвидируют, разбирались активисты ОНФ и наша съемочная группа. На интерактивной карте свалок эта красная точка появилась год назад. Вот так она выглядит в реальности. Пластиковые бутылки, диски от автомобильных колес, набитые бытовыми отходами мешки. Площадь свалки около 60 квадратных метров. Версий, откуда здесь появилось столько мусора, несколько. Изначально ООО «Профек» была ориентирована на сортировку мусора с организацией сортировочного пункта на этой территории. Они начали собирать мусор в нескольких соседних районах, чтобы были и объемы, и был смысл заниматься этим вопросом. Мы здесь вывозили, ну, прямо здесь вот складывали для сортировки. То есть это здесь лежало, но то, что мы здесь оставляли, ну, не более двух-трех дней. То есть вы хотите сказать, вот весь этот бардак, вся эта свалка – это не ваше круг дело? Не все наше. Мы сами лично ловили три машины. Ну, знаем то, что это был Вурнарский, Аликовский район. Ну, это, видимо, какие-то частники. Просто, ну, его здесь выгружали. Сортировочный комплекс остался на бумаге, а мусор – здесь, на землях сельхозназначения. А это прямое нарушение земельного законодательства. В прошлом году прокуратура оштрафовала компанию и выдала предписание на устранение свалки. Были проблемы с вывозом на санкционированный полигон в Шумерли, но недавно они разрешились. Все подсохло. Более-менее технику можно тяжелую сюда пустить. Вот, начали. Сколько же выездили? Ну, порядка 15 машин. Но машины маленькие, потому что машина-машина не рознь. Эти машины максимум 8 кубов. Сегодня здесь уже работы появились, начались после нашего, к сожалению, только выезда. Почему-то раньше они это сделать не смогли. Вот два дня здесь работы ведут. Администрация обещает ликвидировать данную несанкционированную свалку в течение двух-трех рабочих дней. Проект «Генеральная уборка» позволил выявить в республике около ста несанкционированных свалок. Часть из них ликвидировали. Уберут ли эту гору мусора, активист ОНФ обязательно проверит в скором времени. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Через несколько дней вся страна будет отмечать 73-ю годовщину Великой Победы. От мегаполисов до самых маленьких деревень. Наша съемочная группа побывала в Черечкосинском сельском поселении Цивильского района, где практически в каждом доме есть свои герои. Он иногда путает имена своих 36 внуков и правнуков, но зато до сих пор помнят всех своих фронтовых командиров, как шли в атаку и падали замертво перед ним его друзья. Война застала Василия Капитонова в авиационной части на западной границе. Он стал свидетелем того, что называют одной из самых крупных катастроф войны. Окружение советских войск под Киевом или Киевского котла 1941 года. Не осталось не только снарядов или горючего. Было попросту нечего есть. Только вышли ночью. Ночью идешь, встречаешь, капусту растет. Ой, это радость. Капуста резали и капусту делили. И что это? Пшеницу. Варили котелка. Ну, без соли, что это, понимаешь? В 1945 году он, один из немногих жителей деревни Нюрши, вернулся домой с медалями за отвагу, за взятие Вены и Будапешта и орденом Отечественной войны второй степени. В соседней деревне Анишхири живых свидетелей страшных событий 40-х уже не осталось. Но и здесь помнят своих героев. В начале войны в деревне стояли всего 36 домов, а на фронт провозили 34 человека. Чтобы память жила в сердцах потомков, в этом году жители на собственные средства установили памятник. 9 мая они встретят здесь все вместе. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Владимир Галошев, Республика. Подведены итоги конкурса «Чувашия за ЗОЖ», который проводится Министерством информационной политики Чувашии. Члены жюри рассмотрели больше полусотни работ в номинациях «Лучший видеоролик» и «Эссе» и определили фаворитов. Тема здорового образа жизни по-прежнему интересна и взрослым, и детям. Участники подошли к конкурсу очень ответственно. Одним из победителей в номинации «Лучший видеоролик» стал Ярослав Андреев. В ролике он рассказал историю придуманных персонажей ЗОЖика и Неможика. ЗОЖик, он все время гулял на свежем воздухе, занимался спортом, правильно питался. А Неможик, он болел, сидел дома. Я не ожидал, что мне попадется первое место. И все-таки я тоже про это думала и хотела этого. Видеоролики будут показаны в эфире национального телевидения «Чуваши». Наш выпуск завершен. Вас ждет еще полезная информация. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Вот уже более 95 лет Федеральный научный центр овощеводства производит широкий спектр семян и рассады овощных и бахчевых культур. С помощью гибридизации получена морковь, устойчивая к альтернариозу, перец и баклажан устойчивые к вирусным болезням, репчатый лук устойчивые к болезням хранения. Это далеко не полный список созданных сотрудниками Института культур. Всего более 550 сортов и гибридов F1 овощных, бахчевых, пряновкусовых и цветочных культур в настоящее время пользуются спросом на рынке семян. Также изучаем генетику исходного материала, количество генов, характера их взаимодействия и типы генов. И на основе этого даем методические разработки по созданию нового исходного материала. Нему важную роль в успешной работе играет оборудование. Изучив зарубежный и отечественный рынок, специалисты Института оборудовали новейшей техникой свой завод по очистке и предпосевной подготовке семян. Это позволяет нам самые трудно искреннимые сорняки, которые иногда попадают в партию семян, отделять на них машины. Более того, из партии семян эти машины позволяют отделять самые биологически ценные семена, которые необходимы для посева. Имеют очень большую маневренность в плане производительности. У нас есть машины, которые могут делать 50 кг в час семян, а есть машины, которые более 1000 кг в семян. Федеральный научный центр овощеводства ежегодно расширяет сотрудничество. В числе новых регионов Чуваша недавно институт стал участником межрегиональной отраслевой выставки «Картофель-2018» в Чебоксарах. Заключил соглашение с филиалом Россельхозцентра в Чувашской республике и Чувашпотребсоюзом. Компания предлагает жителям Чуваши корнеплодные культуры – морковь, редис, свеклу, зеленые культуры, сельдерей, укроп, петрушку, а также томаты, огурец, перец, сладкий для открытого грунта, конкурентно способные на рынке, благоприятные для выращивания в условиях нашего региона. Со всем списком продукции можно ознакомиться на сайте организации и приобрести по почте Россию. Алексей Табинов, Республика.